Сообщение о пожаре на пуль дежурных департамента ПЧС поступило днем около 12 часов. Звонившие рассказали, что в результате взрыва газа загорелся жилой дом, а через считанные минуты огонь перекинулся на соседнее жилище. В ликвидации пожара были задействованы 22 человек личного состава службы пожаротушения нашей области и 3 единицы техники соответственно. Пожар возник в жилом одноэтажном доме. Горела кухня на площади 20 квадратных метров и кровля 216 квадратных метров. Пожар локализован 12-24 и ликвидирован в 13-19. Площадь пожара общая составила 236 квадратных метров. Как рассказала хозяйка жилища, пламя возникло сразу после того, как в дом взошли два молодых человека, представившийся сотрудниками газовой компании «Зенит». Они стали проверять газовое оборудование и внезапно дом озарила вспышка. Молодой человек что-то сначала смазывал на улице, потом вошел в дом и стал смазывать что-то на кухне. Потом он начал меня звать и кричать, что пахнет газом. Но я даже не успела зайти, как в доме что-то вспыхнуло и огонь начал распространяться повсюду. Загорели стены, потолок. Он, наверное, зажег спичку. Мы этих газовиков не вызывали. Они сами к нам зашли и сказали, что должны проверить газовое оборудование. Я не хотела их впускать. Пострадавший коттедж рассчитан на трех хозяев. Соседние жилища находятся под одной крышей. Поэтому через считанные минуты огнем были охвачены все три дома. Соседка вот с этого коттеджа забежала. Вот я здесь живу через забор. Она забежала ко мне. Говорит, пришел газовик и вот проверяю газ с печкой. Вспыхнул газ. И перешел он через забор. Вот посмотрите, у меня новая крыша. Все внутри сгорело. Все балки. Там сын посчитал. Сколько это? Я не знаю. 30 что ли баллов. Все сгорело. И ремонт. Через полчаса после происшествия на месте ЧП появился представитель газовой компании. Но пояснить, что же здесь произошло и на каком основании специалисты фирмы стали проверять газовое оборудование, он затруднился. Будет проведена экспертиза и обследование. Будет заключение, которое ответит на все вопросы. Отвечать вам, на каком основании наши люди здесь появились, и я некомпетентен. Провести свое обследование и вынести заключение о понесенном ущербе намеренной погоревшей горожане. Правда, для этого они хотят обратиться в суд. Сейчас же причинами возникновения огня занимаются сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям. Даня Архудайбергенов, Ганевик Тимисов, Ермол Макашев, информационная служба телекомпании «Отрар». Спасибо за просмотр! Пред biscuit! Продолжение следует...